Трое украинских бойцов ранены сегодня в зоне АТО. Все они попали под обстрел в поселке Новотошковская Луганской области. С начала суток боевики открывали огонь всего трижды, сообщают Минобороны. Но уточняют, что в последнее время это типичная тактика. Активно стрелять противник начинает с наступлением темноты. И одно из самых горячих направлений Мариупольская. О ситуации расскажет Руслан Смещук. Поселок Водяное под Мариуполем. Там когда-то серая зона, а сейчас подконтрольная территория. Повсюду остатки снарядов и мин. На территории Водяного периодически можно встретить такие вот военные артефакты. Минометы по поселку бьют постоянно. Больше половины домов повреждены, а то и полностью уничтожены. Бьют по этому населенному пункту. Как вы видели, живых домов почти не осталось. Все разбитые, как не осколками посечены, тупулями. А так каждый вечер это продолжим. Из-за летней жары повсюду сухостой, который мгновенно вспыхивает во время обстрелов. Боевики этим пользуются, стреляют зажигающими снарядами. А когда пожар разгорается, обстреливают из пулеметов, не давая украинским военным погасить пламя. Получается, прилетает СПГ сюда и запаливает площадь. Вот все, весь садок, кто-то тут жив, все выгорело. До хата, вон, бачим, шифер тоже. Удивнив вовремя тут потушили, прибігли, чтобы не было возгорания дальше. Вот такую они тактику применяют. И пока тут тушат, они накидают еще сюда СПГ, крупнокалиберные пулеметы сюда добывают. С них посадка. Ну, ведут хаотический вогонь, вдруг кого-то попадет. Не дают тушить. В Водяном сейчас живет всего 11 человек. Одна из них Зоя Краля. Женщина разводит косы, выращивает овощи на огороде. За счет этого и выживает. К боевым действиям уже почти привыкла. Каждую ночь стреляют. Каждую ночь. Начинают. Вот сегодня в 6 часов утра. Я кос подоила. Начала. Ну, там стреляют. Вечером сейчас жарко, в огород не выйдешь. Страшно? Знаете, после того, как кос побили. Когда рядом рвется, страшно. Когда пули мимо летят. Женщина старается лишний раз не выходить на улицу. А если и передвигается по поселку, то лишь перебежками и поближе к укрытию. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Подробности. Телеканал Интер. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет. Руслан Смещук, Вадим Ревун и Игорь Щепет.